После многочисленных экспериментов с питанием, среди которых и вегетарианство, и сыроедение, ну в общем и сыромясоедение, короче говоря, выработался осознанный подход к питанию. Итак, первое правило осознанного питания это понимать, что у тебя усваивается. То есть то, что у тебя усваивается лучше и то, что у тебя усваивается хуже. Например, если у тебя лучше усваивается животный белок, то пытаться насильно упарываться бобовыми или орехами, ну не самый лучший вариант. А дальше я бы делил всю еду на простую и сложную, легкую и тяжелую, чистую и грязную. К чистой еде относится то, к чему люди прикладывали меньше всего рук до готового ее употребления. Сюда касаются и химикаты, и в частности вторичная переработка. Другими словами, чем меньше к этому питанию до того, как оно попадает к тебе в рот, касались люди, тем она чище. Чем больше с ней работали люди, тем она грязнее. Второй момент это легкое и тяжелое питание. Например, тот же самый животный белок является, наверное, самым тяжелым питанием. И мы можем брать какую-то растительную клетчатку, свежую, необработанную. Она будет считаться легким питанием. Соответственно, тяжелое питание тяжело усваивается, много затрачивается энергии на его усвоение. Но оно и дает часто дольше ресурс грубее. Легкое питание, соответственно, наоборот. Быстро усваивается, но и быстро заканчивается. Ну и момент с простым и сложным питанием. То есть здесь, скажем так, сложно имеется в виду сложно совместимое. То есть, например, моносыроедение. Там, где вы едите сырые, непереработанные продукты по отдельности. Самый простой вид питания. Ну и, например, когда мы мешаем пельмени, например, еще с каким-то майонезом. То есть, кучу разных жиров. Сам по себе пшеничный белок тяжелая форма белка. Животный белок. Мы это все мешаем. Заправляем еще какими-то жареными маслами. Ну, в общем, вот это вот тяжелая, считаю, еда. Тяжелая и потому сложная. Ну и самое важное, что умом это практически невозможно понять. Это можно только чувствовать. Наблюдать и чувствовать. И делать выводы. И идти к тому, от чего ощущение лучше.